приветствую у нас в казахстане сейчас 11 часов не знаю как там у вас первые пошли первые пришли уже привет здравствуйте роднольки мои привет еще раз у нас казахстане пока я тут уже 11 часов 12 пошел роднольки собираемся собираемся говорят у вас очень много вопросов разных возникло доброй ночи томск ну вы поближе к нам у нас точно ночь да красота красота это еще из это остатки от вчерашней прически она мне кажется больше нравится чем вчера случайно зашла и ринка ты посмотри как тебя толкнули я тут рядышком возле вас круто девчонки мои родные которые в этого стоят в астане нурсултане завтра я всем наберу и мы увидимся екатеринбург привет уфа тоже нормально на часик это меньше чем у меня добрый вечер я очень-очень скучаю спасибо но есть разная форма работы понимаете все нужно успевать я вам говорила что у нас будет все меньше и меньше времени но я все в графике вписываю никого не оставлю без внимания беларусь привет тобольск тобольск я была у вас когда мы фильм снимали о распутине с этим пивоваровым спасибо очки волгодонская рядышком почему вы не надели платье вы шикарно в нем добрый вечер из германии германия привет если честно платье действительно бомбическое но как я говорю эскада победила макс мару как-то и знаете было прохладненько я слишком официально официально такая в этом платье такая строгая не меня и так побоялись кто-то подходить а представьте что было если бы я еще в этом деловом платье было ничего мы зажгли я думаю эту свадьбу никто не забудет с моим чувством юмора вы же понимаете что я там устроила им и кстати это вот одно из таких первых мероприятий куда я приехала не по тяжелым каким-то проблемам а действительно выдавать замуж своих родных выращенных и отправляются они у меня в польшу тула привет надену я платье надену буду я в платье из раэль у нас только один из раэль был на языке иврит изучали все вместе у нас такая международная свадебка получилось добрый вечер украина боже мой как я соскучилась по киеву как же я туда хочу спасибо чудо у меня многое изменилось просто отдельная работа спасибо вам смотрела свадьбы тоже хочется вперед благословление от свадьбы к свадьбе идет в алматы пока не приглашали приглашайте я приеду одесса вот я знаете что сказал мне нравится говорок одесский и еврейский лучше чем и даже чувство юмора чем у самих израиль летян посипки родные очень красивый язык иврит да так как я занимаюсь словообразованием семантикой слов я как раз проводил здесь мини лекции на тему соединение языков языкообразования вообще иврит арабский язык и как это все происходит во взаимосвязи очень интересно особенно когда им сказала весь блатной язык который у нас существует ну как называется арабской язык тюремный язык он основан на идише иврите когда знание знания не очень интересно они помогают расшифровать и смотреть на многие вещи по-другому про алмату ответила уже если берешь хроники акаши надо еще акаши 1 или 2 я сейчас буду на эту тему отвечать сейчас еще немножко добегут к нам калужская область привет юхнова не знаю такой привет из башкирии какие танцы шикарные да они заказали целый чартер самолет привезли полную команду ансамбля лесгинка это было очень красиво приезжайте в бурятию лану да была у вас там готова пожалуйста я в казахстан езжу уже на протяжении почти 10 лет поэтому я казахстан и знаю и люблю добрый вечер подумайте или хорошо самый легкий язык 22 буквы 22 старших аркана это о чем то говорит не почистил как офигенно в эту луну да с каждым разом луна все становится новолуние все становится более конкретнее и жестче потому что каждый из вас проходя новолуние он становится это ну как бы сказать зрели и задания они как с каждым классом школу усиливается увеличивается и поэтому относитесь к этому достаточно серьезно я еще пока удерживаю по времени новолуние они у вас будут и буду писать и делать эти гостиницы даже так она у меня хрустальная здесь вот карелия карелия тоже к вам хочу когда я выйду замуж бабушки танцевали наши дагестанские бабушки аварский они так задорные выходят и говорят и вам исламская дорога вот пока рано живите чтобы мужчина мужа слушала и тут же через пять минут это бабушка 83 года походят к мужскому столу вид слышь быстро стали танцевать я сказала ты жена мужа слушается женщины там все а мое главное пожелание было жениху это одно запомни хочешь долгих отношений хочешь чтобы тебя жена всегда улыбалась и все было у тебя классно запомни жена всегда и тогда у тебя не будет ни одной проблемы в жизни сейчас мы поговорим о хрониках акаши ну я лучше всех вытащу на танцпол на это танцевать не умею но дури хватает магнитом магия магия ускорногорск привет родные ботильоны до решилась окупить себе новый ботильоны за столько лет очень понравилось скидка было 50 процентов девочки мальчики все я очень большое внимание уделяю тем кто ходит замуж готовится уже на предстаде почему потому что это идет формирование совершенно новых семей новых детей и я благодарна за то что они слышат они впитывают как губка и они потрясающие вирус папиллома человека 90 процентов людей почти им обладают этим вирусом как хозяин у нас в организме находится вот подумайте об олеге как вы любите за своих мужчин просить мы женщины все жертвенные надо ли смотрите отвечать на ваши вопросы только забеременел береги себя солнышко вот у меня телефон здесь у меня девочка сейчас воды отошли пошла рожать так что у меня все на связи хроники акаши не для всех видимо давайте так начинаю говорить вот и так супруг говорю что я всегда права даже когда не права оттого что вы будете это говорить ему своему мужу он никогда вас поезжала круг силы грохва сходил один раз не зашло я не могу вам отвечать куда вы ходили в какой круг вы выходили какой круг вы выходили отвечаю за то что я делаю за каждое свое слово я несу ответственность за каждое свое действие я несу ответственность и никогда этого не побоюсь потому что я знаю что я делаю вот давайте мы сделаем так я быстро сейчас расскажу про волшебную минуту дня рождения и сейчас не расскажу нет я сейчас быстренько расскажу вам про хроники акаши расскажу что мы будем делать что какие возможные варианты у вас будут расскажу про за это группу закрытую эту группу реалити групп и расскажу про сам процесс давайте я немножко отключу комментарии чтобы мне не сбиваться хорошо потому что у нас осталось до открытия группы два дня 13 числа будет открыта реальти групп и она будет на три месяца да в нее можно будет вступать чуть позже но все материалы все материалы они будут фактически онлайн я вас обожаю я потом включу так вот эти матерные слова такие непонятные для вас что такое хроники акаши хроники мы все понимаем хроники это типа летоисчисление это все что там записано как было поступать в аналогическом порядке те или иные действия ли события происходили хроники акаши это во многих источниках вы найдете разную разную информацию но все будет стекаться таким понятиям как вселенская библиотека знаний чуть ли не местная шамбала то есть это такая вот сеть огромная компьютерный жесткий диск где записаны все наши действия которые были нашими предками сделан нашими душами и все это там хранится на вот фильм когда мы видели брюс всемогущий там где у него такие богу там архитектор приходил на таких папки выходили ну виртуально а вот где есть информация о том что было что есть и что будет вот так называемая база данных да вы подписывайтесь согласен то что мы будем использовать ваши данные смешно бывает почему потому что все базы данных у нас она не здесь не земная земная это такая корыстная а есть более такая масштабная теперь вот это слово понятие библиотека хранилище небесное хранилище которое содержит информацию обо всем даже о травиночке о пуке чьем-то там мысли какой-то оно все хранится там наверху вот очень многие люди это услышав звон не знаю и не знают откуда он и начинает из этого делать какую-то культивацию это понятие не новое ничего нового вам сегодня не дают ни один специалист дальше идет правильная расшифровка и трактовка сакральные знания все написаны кодированным языком любого кого вы не начну не начнете читать из великих кого нам назвали что они великие до все знания закодированы для тех кто родится и будет знать как это расшифровать все расшифровать не может никто частями расшифровка происходит поэтому когда вам рассказывать о том же хрониках акаши вы можете сейчас войти и сделать выйти и оттуда вы получить можете информацию не все золото что блестит вот если вы где-то услышите о том что есть человек который ходя в определенное трансфер состояние подключается к хроникам акаши и оттуда получает информацию и потом вам вещает называется так ченнелинг ченнелинг то говорит ченнелинг то есть получение информации из внешних источников и который потом это переводит на на язык русский язык проблема заключается только в передатчике по своей сути первое никто не знает куда подключился этот человек никто не знает откуда он получает эту информацию не и все зависит от уровня интеллектуального и духовного развития по плану бога этого человека только за счет уровня своих каких-то наработок он может вам это говорить чистых людей которые паре напрямую получают ченнелинг очень мало эти люди они как рабы этой ситуации я говорю вам об этом потому что я в этом процессе была и я знаю что это очень тяжело это состояние когда я была в этих процессах и у меня было напрямую вот это все обучение на ты 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 дышишь по-другому ты живешь по-другому ты чувствуешь все по-другому ты говоришь что что ты не знаешь даже слова не знаешь слова обороты не знаешь эти и на физике на теле это очень тяжело отражается я рассказывала о том что вы знаете да волосы наши типа антенки до седьмая там чакра макушка мы подсоединяемся все остальное так вот у меня волосы все под душем когда я мылась они слезали сми я была лысая мой процесс обучения был очень жесткий и когда люди просто тогда херак вам говорят сделать то 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 кто говорит вам почему кто-то вам должен что-то сказать и что такое халям-балям халям-балям тирам тирам пирам-пирам ну какие-то там инопланетные разума причем здесь инопланетный разум это все существует это существует своих какая целью этого инопланетного разу зачем им нам людям это говорить есть две формы либо нам помочь значит для чего-то нам помочь неужели такие все благородные вот прям вот вот мы вот высшие создания должны осознать что мы не высшие сознания там есть те которые это все знают инопланетяне да и нам они говорят но если они нам говорят значит мы тупые раз мы не знаем а если они что-то нам говорят надо сделать значит это для чего-то им надо ну это другая тема даже либо второй момент нам навредить а если навредить на хрена это слушать потому что это разрушит наши души из наше развитие души понимаете поэтому когда вам дают указательные вещи что делать или как делать это неправильный посыл я могу определить любого кто про на сидит на правильном канале кто правильно принимает информацию является ли она истинной и куда этот человек подключается представьте хроники акаши это энергоинформационное поле нет никаких библиотек нет никаких материальных источников нет ничего сгущенного сгущая сгущего это какого-то виртуального прям проявленного пространства самого по себе есть все энергия волны законы физики все о чем мы с вами говорим посмотрите пожалуйста фильм люси или люси люка бессона потрясающий фильм это фильм не о наркотиках это фильм как раз говорящий об информационном поле поле всей нашей вселенной которой мы находимся потрясающий фильм кто удалю увидит и дойдет по крайней мере у вас мозгу отложится и будет нам легче говорить на каком-либо языке так вот в этом энергоинформационном пространстве хранится информация информация не хранится вся которая как вам сказать магомед джопу вытер бумажку положил она на хер никому не надо или там по темат пошла там где-то спряталась от мужика покурила эта информация там не нужно понимаете есть вещи которые складываются в копилку копилку для развития каждой души в отдельности и потом это уходит а вот об этом куда она уходит как она уходит как это воспринимается душой для чего нам это надо какие мы можем получать подсказки мы будем говорить три месяца три месяца в закрытой реалити-групп хроники акаши здесь мы будем говорить как правильно почувствовать что вы действительно во сне увидели правильную информацию как правильно понять что то что вы получаете из где-то я знаю но я не знаю да вот это понятие ясно знание оно как раз идет от несанкционированного подключения к хроникам акаши и не потому что вы просто вот шли 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 дождь там волну поймали дырка там случилось выпая получили нет потому что у вашей душе есть опыт этот вы уже это знали вы уже это имели но ваша бытовуха мужик там бы изменил там дети все время за застряли или вообще вот вы смотрите на небо дата моя жизнь вот я бы себе посвятила нихера не посвящайте ведь кастрюлю мы не надо этому посвящать это не рабская история мы все изначально можем полностью наша задача если наши души рождается наша задача найти с выход и предназначение своей души и это для этого у нас есть все связи никто от нас ничего не прячет никто наша лень наше вот это когда наши глаза смотрят в землю 5 аркан 2 это пятерка динариев не проходите мимо своего храма вот мы туда упёрлись и ищем что-то вот здесь сейчас я вот это сделаю потом туда пойду то есть понимать отложенная жизнь мы об этом уже говорили потом не существует дело в том что когда вы живете в ритме вселенной в своем собственном ритме вы постоянно находитесь на определенной вибрации на определенной волне и и закрытой группе я уже об этом говорила если у тебя есть выбор ты проиграл так наша задача не иметь выбора и тогда мы идем в правильной волне и то есть закрытой группе там можете посмотреть поэтому подключение к энергоинформационном пространству на сегодняшний день требует особой подготовки почему потому что если бы это было бы спонтанное подключение мы бы постоянно находились в таком состоянии нам надо это жрать ребенка приготовить а мы мы сегодня находимся на таком уровне развития что нам необходимо сейчас выстроить любовь доброту и понимание и все остальное идете вещаете вот эту лабудинь там в том месте где не надо вещать да у всего есть свои параметры многие люди которые находятся на к на канале так я называю правильным неправильным я сейчас не говорю у них задача доораться до всех что они знают что им только что сообщили что нужно сейчас всем эти бастовать всем нужно отказаться от этих прививок всем нужно отказаться от этих паспортов снился в нас закодирует нас на что-то сделают вот они тоже считают что они находятся на канале это что они получают эту информацию так вот это простая сложная система сама по себе получение информации она в принципе многим не нужна которые живут вот на своем уровне либо те которые живут в своем собственном ритме не знаю чего они хотят но при том что у нас последние годы вот перед этим всем вирусом за 20 лишним лет готовилась программа переориентирования перехода нашего сознания наших тел на рода человеческого на другой информационный уровень же уровень жизни так считается другое измерение об этом написано много очень много секс создали уже очень много людей мухи стоят как котлетами попутали понимаете как сложно вот эти зерна от плевел сейчас убрать вот нас готовили достаточно долго и получилось что концентрация большая и получается сейчас как джин из бутылки это все выпускается информации везде разбросали много а не показали как правильно безопасно это все пройти поэтому мы как раз и будем говорить вот здесь не страшно ничего а вот сюда лучше не лезь пока ты не готов на хера тебе это надо вот что такое причинно-следственная связь почему она работала всегда хорошо почему работала раньше зеркалка если тебе пришел человек который там деньги потерял значит и тоже деньги потеряешь вот эта зеркалка который нам очень часто впихивают сейчас особенно это кто-то там малолетки или кто-то первые сегодня услышал эту информацию они впихивают ее как как вау свеженькую да и у них адреналина хватает вас заражать этим самом деле вы это уже знаете это было в прошлом и это уже сейчас не работает так как они вам это говорят потому что причинно-следственная связь меняется меняется даже зеркалка иногда люди просто к вам подходят надо вас просто порвалась колготка не потому что был негатив со стороны какой-то бабы которая увидела у вас вау не какие ножки красивые понимаете потому что сейчас вот это все в одной куче смешалось и получается у нас и люди иконы все 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 вместе и информации много но выбрать то что нужно вам не получается почему я минимизирую и последовательно работаю с вами в новолуниях на определенную какую-то тему для того чтобы все это постепенно закладывать вам как инструменты которые вы можете пользоваться таким образом поступательно растет не только уровень сознания но и ru уровень сознательной возможности слышать свою душу оголять душу как вы говорить вот он не в душу плюнул на хера вы раскрываете там где не надо в душу плюнуть невозможно потому что это вот такая вот такая маленькая штучка и она очень очень большая вот поэтому мы вот это будем разбирать почему куда уходит души зачем мы получаем информацию какая информация там необходимо лично для нас нужно ли вам готовиться к тому чтобы выходить на вот эту связь собственную либо вам достаточно услышать человека который может для вас получить эту информацию объясняю еще один из моментов посмотрите пожалуйста так как я занимаюсь этим больше двадцати трех лет больше понимаете вот и в битве экстрасенсов тринадцатый сезон любое мое интервью которое есть там я говорила о чем вы поймите работаю я следующим у меня есть код и пароль а вай фай я как бы включаю забиваю информацию в поисковике и получаю то что ту информацию которую мне необходимо на тот или иной момент но я не хожу постоянно с включенным вай фаем я экономлю энергию свою и вселенной понимаете я об этом говорила уже сколько 10 лет 9 лет назад понимаете поэтому это мой опыт о котором я знаю и очень давно знаю вот эти сегодняшние там вот выскокуны они молодцы но только есть другой момент даже книги продаются я заходила в эти книжные магазины где там рассказывать за учение рынка все остальное они зараженные они зараженные там вот читаешь и ты понимаешь что что но я же могу посмотреть что там да вот я понимаю что они не дотягивают до вот в этой верхней планке где нужно правильно отсеивать информацию вы же знаете прекрасно если есть фатима ходуева вот здесь прежде чем вы ко мне приходите до хера фейков вот такая же информация вот так по такому же принципу происходит и здесь до хрена людей ходят ищет шамбалу он что же ее никто не нашел или это оттуда кто нашел молчит правильно и молчат и очень хорошо поэтому вот прежде чем у сюда пройти очень много гамнишки кем можно пройти и получить то же самое будем говорить когда вот вы видели до спецэффекты в битве экстрасенсов за твоей спиной стоит дядька и он такой херню мне говорит как то стоит мы будем узнавать почему душа на кто ее выпустил кто как это пришла и начинает разговаривать и как она говорит на каком языке понимаете поэтому я вам говорю для того чтобы получать любую информацию от мира ушедших от мира будущих тех кто там родится либо для себя самой надо понять что ты кто ты есть такая или такой здесь и сейчас что ты чувствуешь что ты знаешь что ты умеешь каким образом ты можешь реагировать какие знания ты накопил редчайший случай редчайший случай это люди которые не стремятся к познанию себя находится на на приеме и передают знания вот такие бабушки дедушки отшельники которых вы называете нам это тем старца который есть у них охренеть какие глубокие знания охренеть какие они хранители они не просто чего-то там говорят особенно старцы даже тот старец или которого сейчас наши этот ну вот этот патриарх патриарх спрятал сейчас в этом в переделке на я была у него и эту историю я вам расскажу я расскажу как из 500 человек малолетку какую-то фатиму ходу его он вот так вот за шкиряк вытащил идем идем ко мне понимаете поэтому я могу об этом говорить кто такие души зачем они почему умирают почему приходит что с этим делать какой этот весь мир весь процесс мы будем проходить и ликбез и отвечать на ваши вопросы ваша задача научиться чувствовать то что происходит внутри вас познавать себя и когда начинающего к спрашивать а что-то вот что ты узнал про себя кто-то я не знаю вам и сказал деньги битву не понимаете карты тарон астрология нумерология это лишь все то что нужно познать не для того что пошли быстро выучились а это как такое обозначить тебя через 8 месяцев там будет пипец а вот мужик от тебя отвернется вот он упал там все остальное эти все инструменты в первую очередь пропускается через себя через себя я с малолетства этим занимаюсь с малолетства 10-12 лет я складывала пазлы из-за сказок обычных сказок где-то вот здесь сказали а как это почему это вот это получилось а почему вот это получилось это невозможно а если вот так о поля их знаю ответ почему во всех сказках нет баба родителей есть бабушка дедушки и сам дед мороз и снегурочка почему есть бабушка и дедушка и внучка я знаю почему это есть понимаете это знание и вот эти траги трансформаторы которые там вам рассказывают о чем-то да я почему говорю для меня это болезненно почему я решил это взять очень много сейчас будет людей сидеть на каналах а псевдо каналах и нести ахинею и это ахинея может очень тяжело повлиять на жизнь каждого из вас потому что вы с верой искренне с верой из душой я знаю я так ходила вот хотите услышать куда вам двигаться что вам делать как не ошибиться потому что вы хотите все в этой жизни сделать правильно реализовать свою душу найти свое предназначение никого не не обижать не не отягощать карму своим детям нет это помочь родителям до отработать их карму роду помочь понимаете я знаю что искренне вот это состояние еще не встречала так нагло людей которые горели да мне посрать я хочу всех я хочу только вот просто напросто себя обогатиться и кайфовать сидеть на мальдивах никто так не приходит и не признается и не говорит я очень эмоционально в этой теме потому что я ее очень люблю и знаю и знаю какой это труд поэтому я и решила сделать эту закрытую группу реалити групп хроники акаши который будет эти три месяца я буду выходить в эфир когда мне вздумается вы когда захотите вы можете зайти посмотреть я буду объявлять когда у нас будет четкие эфиры по группам где мы будем отвечать на вопросы на ответы вот и будем разбирать эти истории будем понимать мы должны научиться различать где сон а где не сон где реальность а где нереальность мы будем учиться если спрашиваете готова я или не готова хватит очковать если хотите идите чего вы боитесь вы боитесь неизвестности либо потратить 9 тысяч рублей и поверьте мне благодаря леночке моей цербер цена такая потому что она ошиблась было в два раза дороже не сказал магомедовна прости пожалуйста игре у тебя зарплату держу вот но ничего страшного поэт это это колоссальное знание которое вы будете получать в той легкой форме которой даю я если я юморю если я вам рассказываю о его так все этими шутками неужели вы думаете за этим не стоит глубокий смысл большая энергия стоит я сколько раз вам говорила если человек улыбается если человек искренен с вами в шутках жесткости в мате он значит прошел что-то и он знает о чем он говорит правильно вы же всегда можете отличить где это пафосно это кого-то научить чего-то делать вот это другая история поэтому готовы вы или нет по-другому задайте вопрос хочу я себя узнать на хочу я развиваться передать эти знания хотя бы своему сознанию в свое днк впустить для того чтобы на вибрационном уровне это в доме изменилось это для тех кто про группу спрашивает хроники акаши где у нас будут обучалки я могу делать иногда капризы я могу там я могу там делать мне которым может быть больно не физически если дома за не занимаюсь но имеется ввиду говорить некоторые вещи которые могут быть неожиданно неприятно для вас но знаете мои дети что говорят мам ты ругайся лучше мам ты лучше дай под затыльник да ну не молчи поняли это и обучение и все что угодно в любой момент времени я могу вот так вот взять и начать вам рассказывать просто по карте таро про хроники и так что объясняет вот эта карта здесь она выходит сила цифра 11 начинаем дальше откуда получаем информацию как она лично у вас будет срабатывать как вы можете вытащить карту дня который брали у меня за другие не отвечая вот взять карту дня и как вы можете раскрутить эту энергию для себя из любой там не будет хронологии я не буду вам делать так как вы любите как вас приучили вам сказали встать пописать посрать умыться 11 пунктов 10 пунктов сделали все будете счастливыми не правда это сработает у тех у кого сзади уже все это те которые будут сами карабкаться они будут что-то делать своей жизни это сработает у любого человека а вот так вот так спокойно когда вы час я это сделаю все будет нормально чуть-чуть изменю здесь от коррекции не будет а я вам скажу почему не будет я вам расскажу почему будет у тех кто начинает делать у одних есть у других нет также с исполнениями желаний и это может быть спонтанно сегодня мы говорим там о душе а завтра я вам говорю о картах таро после завтра я говорю а нахера ты себе такое желание сделала вот я не знаю как она будет я буду на прямой связи я буду в контакте с вами из энергоинформационным пространством и она может быть хаотично она не может быть вот у меня ничего не написано на эту тему кроме того что надо это сделать они выросли они уже готовы они могут им нужно я готова отдавать отдавать но только конечно не в забучие пески закрыли тему 13 числа открывается группа 13 числа и три месяца она будет работать эта группа хроники акаши отношения к хроникам акаши который будет моя работаете она не имеет это отдельная группа 9000 рублей посчитать сколько это день как я посчитала 100 рублей в день убираем теперь что касается самого проекта хроники акаши который я делаю каждый год с 21 сентября по 1 октября в этот раз я тоже уеду в другое место чтобы было вибрационно гораздо легче это я делаю работу все имена которые будут у меня я каждое имя буду прорабатывать и в этот момент времени смотреть и делать что необходимо какую энергию пропустить какая энергия будет я буду это делать по запросу по каждому из вашему запросу то есть вам не надо писать вопрос хочу выйти замуж по запросу вашей души вы них я не знаете чего ваша душа хочет поэтому я сделала градацию из четырех потоков почему разная цена сейчас объясню маленькая цена это возможности человека вот на ровно на вот эту сумму человек готов у него такие финансовые возможности ровно на эту сумму объем энергии он получит но у кого-то это может быть больше половины его зарплаты там такие же три тысячи рублей да а у кого-то это может быть он берет себе сигару за три тысячи покупать или у него не сработает весь раз говорю вот но я делаю по вашим возможностям это энергообмен чем выше цена тем больше энергии тем больше возможности вы можете сделать да там есть об определенный объем имен 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 которые вы можете написать именно должны быть тех людей вообще хотела сказать все желательно только чтобы свое имя только писали вот но имена могут быть тех людей которые рядом с вами находятся в связке рядышком это дети это там хотите мужья это родители могут быть они но я рекомендую в первую очередь для себя если вы переживаете за ребенка они другие у них свой энергопоток они в своем потоке даже если вы пишете ребенка подключение будет чтобы вы понимали своего ребенка чтобы у вас сложились отношения с этим ребенком вы его начали чувствовать вот так это будет работать рекомендую писать бизнес партнеров если у вас серьезный бизнес или политические истории происходит почему тогда вы будете слышать и взаимодействовать на уровне души с этими людьми это работа мастера с 21 числа 10 дней работает мастер с вашими именами которые вы напишите и программу которую вы выберете все как всегда первый второй уровень и там как я говорю crazy есть и четыре уровня а 55 в 5 это только следы созванивайтесь потому что это такая серьезная работа и работается только на бизнес политику и все остальное потому что вот у меня на результаты этих годов показывают картину что у них концентрация изменяется они изменяют даже направление своей души в этом процессе это него не к вам эти 10 не работа что будет происходить в эти 10 дней вам не нужно у вас будет время который я просто определю ваше внимание когда вам нужно быть во внимании когда я то точно хочу соединиться с вами и сделать эту проводку вы каждый минимум волшебная минута в день у вас у каждого будет течение этих десяти дней что я буду делать не знаю возможно меня кому-то пока куда-то меня потянет я поеду это через христианские грегор это отрабатывать где-то я поеду на природу это отрабатывать проходить пропускать энергию в это в мечеть могу зайти в синагогу низу неважно религиозное межконфессиональные отношения не знаю но куда меня потянет туда я буду идти это и делать однозначно это будет не в москве однозначно это будет ближе к природе однозначно это будет там где я первую очередь себя комфортно буду чувствовать вот вот они два совершенно разных проекта которых мы говорим закрытая группа я специально делаю я понимаю это большая нагрузка по финансам я прекрасно все это понимаю но я не могу по-другому понимаете или вам рассказать давайте мы сейчас вам кредитную линию давайте мы сделаем рассрочечку а вы знаете а вы сейчас этом если как менеджер подходить к этой истории я вам сразу скажу что так не делается это дура ходу его которая так делает потому что это невыгодно потому что у вас у всех начинается ужинка как можно это сделать но я не могу по-другому мне нужно впустить тех людей и начать группу раньше подготавливать тех кто будет еще дополнительно помимо моей работы захочет в этот процесс включиться самостоятельно особенно это необходимо тем кто занимается эзотерика тем кто занимается маги тем кто занимается обучением психологии медициной кто работают с людьми это маникюристы перепели педикюру в массаже почему потому что у вас напрямую выстраивается контабельность людьми не делая работа по телу с ними входите в состояние взаимодействий смотрите не на людей не на вещи а смотрите на связь между этим всем поэтому не нужно было включить эту группу раньше чтобы хотя бы за за неделю успеть под накидать какие-то часть ситуации части информационные чтобы вы были готовы к уже к самостоятельной дополнительной работе я не могу по-другому да вы можете пожалуйста вы можете включиться не 20 не только там до 21 может в течение 10 дней входить в этот процесс и поверьте мне если вы даже зашли туда 29 20 30 сентября вошли оплатили вот цены не меняются абсолютно работая даже за один два дня с вами объем энергии вы получите за все эти 10 дней понимаете потому что эти 10 дней во времени не существует там они просто существуют как объем и поэтому будет эта работа и я сейчас буду работать немножко бережливее по отношению к себе в прошлом году когда я работала некоторые помнят что опять у меня вот выгорание произошло пятнами яблосила в этот раз не хочу хочу быть красавицей вот поэтому пожалуйста пишите тех теми на которые необходимы в какой-то момент времени я дам определенную ссылку в случае если нужно будет это я могу делать бонусом это дополнительно если будет необходимо сделать и я узнаю что у меня выстраивается такая дорога я уже наметила себе я обязательно в прямом эфире вам об этом скажу и все кто будет со мной в прямом эфире прям получит ту работу прямо на онлайн связи я не знаю как это будет но то что будет и однозначно знаю я хочу успеть это сделать объем работы проектов у меня очень большой я счастлива и я рада что это все востребовано все это нужно но в некоторых моментах мне нужно вот это уединение завтра я выйду эфир ответы на вопросы по бытовухе конечно мне не хочется спускаться в этот момент времени я бы вам лучше сделал давайте я вам сделала некоторые прогнозы но не так как вам это делать на козерушке там вот эти овны и бараны со всех сторон я знаю что я вам сделаю хорошо я вас люблю целую и здесь мне говорят что я уже переборщила с этим вайфаем вот и у меня телефон перегреется мне надо сохранить я вас обожаю люблю целую и под эфиром эфиром он будет сохранен на youtube я попрошу сейчас мишенька пожалуйста сохрани это мучает будет в инстаграме дай бог она сохранится и постараюсь продублировать на youtube я вас обожаю я вас люблю ничего не бойтесь лучше жалеть о том что вы сделали чем-то вы чего вы не сделали но это в некоторых местах не всегда до фанатима до глупости доходить ехаем